Привет друзья! Вы на канале вкусные рецепты от Аллы. Сегодня будем готовить сливочный суп с овощами и куриней грудкой. Для этого рецепта нам нужно кусочек сливочного масла, здесь у меня 60 граммов, 200 граммов брокколи, я уже заранее нарезала вот такие кусочки, 1 столовая ложка, здесь у меня муки, замороженный горох, 150 граммов, морковь 1 средная, нарезала мелкими кубиками, лук 1 крупный, здесь у меня 600 граммов куриного филе, я заранее нарезала вот такие небольшие кусочки, нам нужно сливки, сливки у меня здесь 10% и здесь у меня 1 литра бульона куриный, можно заменить овощной бульон добавлять или просто обычной водой, начинаем уже готовить. Сначала будем обжаривать морковь с луком чуть-чуть. Сливка обжарила, добавляем сюда муку, здесь у меня 1 столовая ложка. Друзья, я всегда рецепт пишу под видео, а то бывает в комментариях, спрашивайте, а где рецепт, я всегда пишу, смотрите внимательно. А если быть точнее, рецепт всегда в описании под видео. Да, чуть-чуть обжариваем это, буквально 2 минутки. Чуть-чуть обжарила муку, отправляем туда куриную грудку. Можно здесь любую сейчас, друзья, ножки, ядро, но мы больше любим грудку. Потому что она более диетическая. Да, у меня сын спортсмен, не любит жирнее мясо. Вообще мы любим индейку, курицу, говядину больше, а свинину мы просто любим шашлик. Наш папа вкусный шашлик делает. Кстати, у него есть канал, у мужа, кто любит шашлики. Я ссылочку ставлю под видео, заходите и посмотрите. Он готовит очень вкусные шашлики. И не только, еще люля-кебаб. Люля-кебаб, да. Вместе будем чуть-чуть обжаривать. Обжарила мясо где-то 8-10 минут. Видите, грудка стала уже белым. Сюда добавляем куриный бульон. Хорошо перемешиваем. Закрываем крышку и ждем, пока бульон закипит. А потом скажу, что буду делать дальше. Суп у меня уже варится 25 минут. Надо посолить. Соль добавляйте по вкусу, друзья. Чтобы мясо пропитало солью. И отправляем сюда горох замороженный. Кто новый на моем канале, хочу сказать, у меня очень много рецептов вкусных супов. Кому интересно, мясилочку ставлю под видео. Там очень много вкусных рецептов. Заходите и посмотрите. Все, друзья. Опять закрываю я крышку. И ждем, пока суп закипит. После того, когда я добавляла горох, варила еще 3 минуты. Достало время добавлять сливки. Сливки здесь у меня 200 миллилитров. Наверное, я буду все добавлять. Чтобы было вкуснее, да? Сливочный вкус. Такой аромат вкусный. Аромат уже действительно очень вкусный. Вкуснее, да. В самом конце добавляем брокколи. Суп очень вкусный и полезный, друзья. Закрываем крышку опять. На среднем огне будем готовить буквально 3-4 минуты. А в самом конце будем добавлять зелень. У меня суп уже готов. Я проверила. Все овощи и мясо уже готово. Вы тоже всегда проверяйте до готовности овощей, друзья. В самом конце добавляем зелень. Здесь никаких пряностей не нужно, друзья. Чтобы не перебивать сливочный вкус. А зелень у меня кинза, петрушка и укроп. Еще будем добавлять черный перец в самом конце чуть-чуть. Выключаем плиту. Пускай простоит 2-3 минуты. А потом будем пробовать. Друзья, посмотрите, какой вкусный сливочный супчик получается. Попробуем, Синок? Да, давай попробуем. Видите? Вкуснятина, друзья. Невероятно вкусна. Это точно. Это очень вкусно. Нежная. Такой сливочный вкус. Приятный. У меня от вкуса даже нет слов. Оторваться невозможно, друзья. Обязательно попробуйте. Посмотрите, какая вкуснятина. Очень вкусная и очень полезная. Я поделила с вами, а вы поделитесь со своими друзьями. Обязательно готовьте, попробуйте. Жду ваши отзывы. Спасибо за лайки, за подписки и добрые комментарии. Нам очень приятно. Всем пока-пока. Всем пока.